Всем привет, с вами я Александр Сочков и сегодня я опять хотел поиграть в CS GO, но что-то захотел открыть кейсы на моем сайте, который называется NoBassCases. Почему-то неправильно снялось, но там написано NoBass, написано в выборщиках NoBass, добро пожаловать, администратор. Так, вы не видите просто половину сайта, ну ладно. Так, начинаем. Так как я NoBass и я администратор здесь, я могу открывать кейсы совершенно бесплатно. Итак, и я буду каждый кейс сразу проверять, то есть откроем мы с ними по одному кейсу, каждый кейс, то есть дальше нажимаем первый кейс и откроем открыть кейс. Так, выпадает у нас, выпадает, 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 не знаю, вы увидите, не увидите, нет, не увидите. А, да, увидите, мне выпало УМП-45, рейд, и вы сейчас увидите вообще эту вещь в кейске. Так, вот оно, ваше оружие, это УМП, бунт, то есть, опять, да. Так, вот как оно выглядит. Так, сейчас, вот оно. То есть, больше я выиграл, только что. Смотрите, короче, если вам понравилось, смотрите дальше видео. Ну а следующий кейс будет следующий. Так, открываем кейс, номер два, хоромированный кейс. И у нас сейчас выпадет, что-то интересное, номер. Ладно. Так, что же нам выпадет сейчас? Что-то интересное. Хм, что же мне выпадет? Интересно, что же мне выпадет? И мне выпадает АК-47, элитное снаряжение. Давайте же его попробуем в игре. Вот как это оружие выглядит в игре. Вы удивитесь, но это и есть элитное снаряжение. Я его уже взял в игру, и вот как оно выглядит. Круто, да? Так, ладно. Смотрим дальше видео. Следующий кейс, это хромокейс обычный. Попробуем его. И у нас выпадает, 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 выпадает. Так, и выпадает у нас... ЕС! Щелкунчик выпал нам. Сейчас мы его попробуем в игре. Вот как выглядит щелкунчик в игре, ребята. Вы удивитесь, но это не самое нормальное оружие в игре. Ну, я так считаю. Вот как оно выглядит. Конечно, не очень круто, но ладно. Смотрим дальше видео. Следующий кейс, это у нас кейс операции. Ну, короче, кейс... Феникс, короче. Польшу. Крутой, конечно, кейс. Сейчас откроем мы его. Так, нет, что-то не открывается. Подожди. Так, просто кейс Феникса. Типа миссии, блин, я что-то предлагала, но ладно. Так, вот. Феникс, 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 Феникс. Оооо, Азимов. Выпадет, наверное. Нет, не выпадет. Ладно, птич-9, свеченная буря. Давайте посмотрим в игре. Вот как это оружие выглядит в игре. Показывайте, я его в игре не буду, но вы увидите его и так. Так, вот так оно выглядит. То есть даже очень даже красиво. Ну ладно, продолжаем открывать кейсы вместе с Сноубасом. Так. Так, 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 так. У меня немного заглючило видео, но ладно. Ооо, супер! Это же Дигл Заговор. Супер! Сейчас посмотрим в игре. Заменять у таланта я ее не буду, его то есть. Но покажу вам. Вот такой вот Дигл. Очень даже красивый. И вот он у меня выпал. Вот так он выглядит. Выглядит. Ну что ж, ребята, вот такие вот вещи у меня выпали, но мы продолжаем их в нашу игру. Следующий кейс в Авангард. Открываем кейс. И в нашем кейсе выпадает. Так, что же нам выпадет сейчас? Это же М4-1! А4 Грифон. Так, супер! Сейчас посмотрим в игре. Вот так эта вещь выглядит в игре. Смотрим и радуемся за меня, за Нубаса. Так, вот так вот выглядит Грифон. Если вам интересно это видео, то заранее уже поставьте лайк, сверните видео и поставьте палец вверх. Пальцы вниз тоже можете вставить, потому что собираю я и то, и другое. И пишите комментарии. Желательно положить. Смотрим дальше видео. Кейс операции Браво. Следующий. Так. И нам в этом кейсе выпадает, выпадает, выпадает. Что же нам может из этого выпасть сегодня? Из кейса нам выпадает, ну, почти что, СГ-553 Брызги Волны. Смотрим его в игре. Вот так это оружие выглядит в игре. Да, конечно, не очень круто, но всё равно это вот такое оружие. Довольно-таки крутое. Мне нравится. Ну что ж, ребята. Продолжаем открывать кейсы, или как? Всё реально. Это не фейковое видео. Сайт Nubas Cases открывает только оригинальные кейсы, и они сразу попадают в игру. Всё, лишь зарегистрируйтесь, напишите свой Steam, и всё. Дело, откроете кейс от 100 рублей, и выиграете самые дорогие стены, которые будут только у вас. Ну что ж, продолжаем нашу игру. Итак, следующий кейс, это оружейный кейс. Откроем его. Не знаю, почему его так назвали, но, видимо, там оружие, да? Но это вообще не так понятно. Так, и нам выпадает... М4А1С, тёмная вода. Так, смотрим его в игре. Вот как он выглядит в игре. Да, конечно, очень крутой скин, но, как бы, он не очень нравится, потому что он такой красивый и не цветной. Но всё равно выглядит он круто, поэтому я бы поставил его, если у меня был такой он один. Да, очень даже круто выглядит, но мне он, как бы, немного не нравится. Поразбожаем смотреть видео. Следующий кейс, а у нас идёт... Винтер кейс. Винтер офис. Так, ладно. В этом кейсе мы открываем, 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 что же нам сейчас выпадет. Выпадет, выпадет, выпадет. Что-то из этого, наверное. Я так считаю. Нет. Выпадет нам... М249 Магма. Это даже очень крутое оружие, и мы его сейчас смотрим в игре. И так, вот он. Этот кейс, в игре, точнее кейс, а сам предмет. Да, вылет, он очень круто, похоже на что-то такое красивое, но я не могу разобрать на что похожий этот скин. Он сделан непрофессионально, но вылет он круто. Итак, мы продолжаем смотреть наше видео по открыванию кейсов и добавлению их в игру. Добавляются они сразу после открытия кейса. Только нажимаете сохранить кейс, и он сразу попадает вам в игру. Заменяйте его в инвентаре, и можно уже играть. Следующий кейс, это охотничий оружейный кейс. Открываем его. Так, что же нам в этом выпадет кейсе? Должен же какой-нибудь нож нам выпадет. Выпасть, или как вообще? Вы думаете? Так, и нам выпадает Акашн-7 вулкан, ребята. Да, он мне выпал. Сейчас посмотрим его в игре, это будет очень круто. Так, вот так он выглядит в игре. Да, конечно, очень крутой скин. Он мне сразу понравился, но он не самый крутой в игре. По качеству. Ну, точнее, по новизне может он и самый крутой, но по качеству не очень. Но я бы всё равно поставил его в игру, потому что он красивый. А я гонюсь не за силой оружия, а за красотой. Потому что самые красивые оружия попадают ко мне на канал, в виде видео. Смотрим дальше открывание кейсов Нубаса. Оружейный кейс Тираж-2. Открываем. Что же у нас в этом кейсе выпадет? Наверное, что-то из этого интересное может. А может неинтересное. Сейчас мы посмотрим. Вот типа такого у меня уже есть. Так, у нас выпадает ФАМАС ГЕКСАН. Сейчас мы его посмотрим в игре, конечно же. Но не забывайте ставить лайки. Если вы уже поставили, то вы молодцы. Подписывайтесь на мои контакты. Если вы это подписались, то вы тоже молодцы. Как вы знаете, те, кто на меня подписан, и в друзьях, всем я раздариваю подарки. Бесплатные подарки в контакте. Поэтому, как бы, вот так как-то. Вот так вот наш ФАМАС ГЕКСАН выглядит в игре. Да. Конечно, спин красивый, но не очень такой. Он не цветной, он никакой. Просто он черный, серый и с какими-то такими узорами, можно сказать. Ну, я бы его не поставил бы в игру, потому что он как бы некрасивый. Не такой, некрасивый. Но он сильный. Ребята, стат-трек. Ну что ж, продолжаем. Открываем нашу кейс. Оружейный кейс. Тираж номер три. Открываем его. И нам выпадает что-то, в общем, из этого. Нам тоже выпасть сегодня нож вообще. Нож, 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 пожалуйста, выпади нож. Что-то у меня ножи, смотрите, лагает. Йес! ЦСС-75 авто Виктория, Йес! Ну да, это крутое оружие. Оно было в списке черных хрени. Прикольно. Красное оружие. Ред! Супер! Смотрим его в игре. И вот как оно выглядит в игре. Вы не поверите, но именно это оружие мне понравилось, потому что на нем есть что-то золотое, поэтому я его поставил. Ну и по силе, конечно же, тоже оно крутое очень. И он тоже старт-трек. Вообще, все оружия у меня почти старт-трек. Ну что ж, вы осмотрели это оружие, и мы продолжаем открывать наши кейсы в игре. Следующий кейс, это кейс E-Sports 2013. Открываем этот кейс, выпадают только такие красненькие, красивые оружие. Наверное, выпадет нам нож сегодня. Когда-нибудь. Или нет. Я уже не знаю, что нам выпадет. И нам выпадает P250 пятно. Смотрим его в игре. Так, ну да, это очень даже крутое оружие. Выглядит, конечно, оно круто. Там наружие похоже что-то на краску или на огонь. Оранжевого цвета. Как будто на обычном пистолетии. Но выглядит круто, мне понравилось. Так что создателю, конечно, лайк. Репост, можно сказать. И смотрим дальше открывание наших кейсов. Следующий кейс, это зимний кейс E-Sports 2013. Этот кейс такой же, но чуть-чуть другой. Если тот был красным цветом, теперь синий, потом зеленый, а потом ножи. Итак, открываем этот кейс. И выпадает у нас, смотрите что. Это будет просто офигеннейшее оружие. Любое, какое выпадет, самое офигеннейшее. Потому что мне понравилось как-то этот кейс. Но не очень, как ножи. Ну ладно. Да! Это то оружие, наверное, вы видели в прошлом видео. Не в прошлом, а вообще давно я снимал. Именно с этим оружием. Десерт игл. Ржавый кобальт. Сморимого в игре. Вот как это оружие выглядит в нашей игре, ребята! Это все реальные кейсы, ребят. Вы не верите, может, или верите, но этот сайт полностью перекидывает за несколько секунд. После открытия кейса и сохранения его, сразу он перекидывает предмет в игру. Вам только нужно открыть вашу КС-ку. Ну, если вы уже в КС-ке, то перезайти в нее, и у вас откроется ваше оружие. Обязательно, чтобы у вас было подключение к интернету, так как без подключения вам просто не дается оружие. Но оно останется в вашем аккаунте, и вы в любой момент можете его забрать. То есть, вы можете его забирать несколько раз. Точнее, несколько. Бесконечность. Но, ну ладно. Короче, вы поймете. Смотрим дальше. Кейс eSports 2014. Да, конечно, другое. Кейс уже. Ладно, откроем мы этот кейс. И так. Дальше. Что мы делаем дальше? Эм... Так, открывается, открывается, открывается. Почти, скажем, наш бабочка, но по-настоящему это АК-47 Ягуар. Да уж. Ну ладно, самое крутое оружие, оно ред. И мы смотрим его, конечно же, где? В игре. Так, вот он, наш Ягуар. Да, выглядит круто. Какая-то, я не знаю, как хамелеон какой-то ползет, как будто по нашему АК-47. Но выглядит, конечно, очень реалистично и круто. Мне это оружие нравится, и я бы его в любой момент поставил, если бы у меня и так хорошего не было. То есть, крутого. Ну что ж, смотрим дальше наши кейсы, и теперь мы сейчас будем открывать ножи. Итак, вы, наверное, долго ждали, но сейчас я открою последний мой кейс на моём сайте. Это Knife Case. И мы откроем только ножи в этом кейсе. И, наконец-то, мы откроем ножи. Так, какой же нож нам выпадет из этого кейса? Сейчас мы всё посмотрим. Конечно, много здесь кейсов, но мало выпадет. Итак, нам выпадает очень крутое оружие. Мне, конечно, оно нравится. Похлопаем, давайте, ребята. Это очень круто. Давайте хлопаем, друг. Вообще, досталось здесь. Смотри здесь. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. О, супер! Это что же? Это же Керамбит Кровавая Паутина. Конечно, я им пользовался когда-то, а когда-то не пользовался, но я вам показывал, наверное, в прошлых видео. Но это всё-таки Керамбит, и мы его сейчас посмотрим в игре и обсудим его. Смотрите дальше моё видео. Итак, это долгожданный кейс, который вы ждали. Или не ждали, мне всё равно. Но вы досмотрели, наверное, до этого конца видео, или просто прокрутили. Ну, мне всё равно, я вот так сказал. Мне просто всё равно. Ребят, это Керамбит Кровавая Паутина. Прямо в игре. О, она ещё крутится. 1-3-3-7, ребята. Это очень круто. Давайте же его обсудим. Работает он, конечно, прекрасно. Мне он в прошлом видео... То есть, в прошлое... Короче, когда я снимал видео, в игре оно мне понравилось, так как оно и красивое, и надёжное, и как бы убивает. А с одного раза игрока мне это оружие понравилось. Так, ну что же я ещё о нём могу сказать. То, что оно немного круглое, можно сказать. И выглядит, конечно, круто. Но, конечно, покрутить его можно просто так. В безделье, когда вы просто там... Настраивайте сервер, или что-нибудь такое. Попробуйте админ-меню, читерите, или что-нибудь такое. Этот Керамбит вам всегда будет, чтобы весело было вам с ним. И как-то так. Открывайте кейсы на сайте. Ну, баш, кейс. Там вы найдёте все кейсы, ещё раз повторяю. Все кейсы. Всё за 100 рублей. За 100 рублей. Всё. О, то все кейсы. И открываются только дорогие предметы. Только. Дешёвых предметов вы найдёте. Только дорогие выпадают. Не верите? Вот вам доказательства. Выпадает всё. Очень честно. И по вопросам по игре. Что я скажу? Вот не по игре, а вот по сайту. Почему у меня были эти бесплатные кейсы? Во-первых, потому что у меня уже оружие-то есть. То есть, не просто уже так, я говорю, что я уже снимал про этот нож. Видео. А на реальном у меня есть уже этот нож. Конечно, у меня половина ножей нету. Но у меня уже почти вся коллекция собрана. То есть, у меня все ножи уже почти собраны. Осталось мне где-то три ножа собрать. У меня будет целая полная коллекция ножов. Ножей, извиняюсь. В КС Global Offensive. У меня все автоматы, все, ну понятно, все оружие у меня, короче. Все, ну как это, назвать-то, гранаты. Короче, все у меня есть. Остались вот только три ножа собрать. Последних. То есть, они из гамма-кейса уже. Если я их соберу, то у меня будет полная коллекция оружия в CSGO. Ну что ж, я могу еще сказать. В следующем видео я покажу, как. Хотя, ладно. Че я вам говорить. Сейчас вы увидите все мои ножи. Вы, наверное, этого долго ждали, но я вам сейчас это все покажу. Все мои ножи в CSGO. Смотрите и радуйтесь. Итак, именно сейчас вы увидите всю коллекцию у меня ножей. Итак, смотрите. Так, вот, смотрите, какие у меня керамбиты есть. Полностью все. Дальше. Посмотрели? Считаю на трех. Раз, два, три. Перпичи. Итак, следующие ножи у меня тоже очень крутые. Смотрите. И, короче, обсуждайте, пишите в комментариях, каких у меня ножей нет. И угадайте, у каких у меня ножей нет. Каких-то трех у меня нет. Угадайте, каких. Так считаю, это трех. Раз, два, три. Следующие ножи тоже крутые. Это нож с лезвием крюком. У меня они, да, конечно, нравятся, но мне нравятся больше нож с бабочкой. Ладно. Раз, два, три. Так, эти ножи, это охотничий нож, ребята. Ставьте лайки за охотничий нож. У меня они собраны полностью все. Так, раз, два, три. Так, раз, два, три. Следующие ножи, это у нас здесь складной нож. И на... да... Тычковые ножи. Да. Очень крутое оружие. Мне не нравится. Раз, два, три. Следующие ножи, это у нас фальшион. И штык-нож. Да. Конечно, супер-ножи мне охотничают. Раз, два, три. Следующие ножи, это обычные. Ну, считайте обычные, потому что это... Эээ... Из гамма-кейса тоже выпадают. Вот, типа все. Мне они, конечно, все очень понравились, ребята. За это вы просто дадите мне лайк поставить. Реально. Я снял уже 20 минут видео. Эээ... Показал им все мои ножи. Открыл все кеси. На рубашке есть. Вот так вот. Выглядит все ножи. Очень даже круто, ребята. Меня не реально нравится. Я собрал почти всю коллекцию. Смотрим дальше. Раз, два, три. Так, а это кейс. Точеньки, саратки. Ножи, это штык-нож. Горадиент. Да, выглядит, конечно, не очень круто, ребята. Так. Точеньки смотрим. Раз, два, три. Ну, здесь у нас уже пошли стандартные скины 2. Это первые мои скины. Ребят, смотрите и радуйтесь. Ладно. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Случков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Нубас. Пишите комментарии. Типа, спасибо тебе, что ты показал нам свои ножи. И, конечно же, угадывайте, каких ножей у меня нет. Ведь у меня нет ножей трех. Я не вру. У меня реально трех ножей нет в игре. Угадайте, какие. Напишите их название. Если вы угадали, я вам подарок, который в ВКонтакте, как я уже сказал, подарки я отправляю всем, кто об этом просит. Но подарки бесплатные. Ладно. Все. Все я вам рассказал о КС-ке. То есть, все я вам показал. Но, конечно же, я еще забыл вам показать кое-что еще одно. Ну ладно. Так, быстро давайте посмотрим это все. Так, это контртерористы. Мои оружия, которые стоят у меня там. Так. Так. И террористы. Так. Смотрим. И радуемся. Сразу все показываю. Так, это обычное. Так, ну ладно. Ладно. Еще раз всем спасибо за просмотр. И всем спасибо за просмотр. И всем пока.